Здравствуйте, вы слушаете новости на Радио Молдова в студии Игорь Смирской. В начале коротко о главных темах выпуска. В настоящее время Республика Молдова испытывает нехватку электроэнергии. Ответственные национальные структуры не выявили за последние 24 часа никаких нарушений воздушного пространства Республики Молдова. Ожидается переменная облачность ночью на большей части территории страны, а завтра днем местами пройдут слабые дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, завтра днем плюс 13, плюс 18. Далее об этих и других темах выпуска подробнее. Власти Республики Молдова не намерены расторгать контракт с «Газпромом» и не пытаются дать российскому гиганту повод для принятия такого решения, заявил в интервью «Ньюсмейкеру» министр инфраструктуры и регионального развития Андрея Испыну. Министр отметил, что обеспечение населения природным газом и электричеством является главным приоритетом властей. Андрей Испыну также сообщил, что обсуждал с директором «Газпромэкспорта» Еленой Бурмистровой вопрос о поставках газа в Республику Молдова в ноябре, но не получил четкого ответа по этому поводу. Напомним, лидер сепаратиста Вадим Красносельский заявил, что Кучерганская электростанция с 24 октября сократит поставки электроэнергии на правый берег Агнестра с 70 до 27%. Решение было принято в связи с сокращением объемов природного газа, поставляемого «Газпромом». В настоящее время Республика Молдова испытывает нехватку электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки, и власти пытаются найти выход из этой ситуации, сообщила советник премьер-министра по энергетике Карулина Новак в рамках передачи «47-я параллель» на радио Молдова. В краткосрочной перспективе выход можно найти, в том числе внутри страны, но в долгосрочной перспективе решение будет импорт электроэнергии из-за рубежа, отметила Карулина Новак. Напомним, до середины октября 30% потребляемой нами электроэнергии импортировалось из Украины, однако после российских атак 10 октября 40% инфраструктуры электростомжения Украины было повреждено, и соседней стране пришлось прекратить экспорт электроэнергии. В результате Румыния обязалась обеспечить Республику Молдова необходимой электроэнергией. РАДИАКОНО Спикер парламента Республики Молдова Игорь Гроссу заявил сегодня утром на одном из мероприятий, что несколько ракет и беспилотников пролетели вблизи молдавской границы. По словам спикера, одна ракета была сбита на юге, но несколько продолжили полет. Для Радио Молдова пресс-секретарь Министерства обороны Алла Диакону сообщила, что национальные структуры, ответственные за наблюдение за воздушным пространством, не выявили никаких нарушений за последние 24 часа. Следует отметить, что сегодня утром несколько телеграм-каналов в Украине написали, что российские ракеты пролетели над Республикой Молдова. Также из-за воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины, приостановили работу пограничные переходы «Отач» и «Унгурь». Позже пограничная полиция Республики Молдова сообщила, что оба пограничных перехода возобновили свою работу около 9.30. Напомним, 10 октября три российские ракеты незаконно пересекли воздушное пространство Республики Молдова и впоследствии разрушили инфраструктуру нескольких населённых пунктов Украины. Власти Республики Молдова осудили действия российских военных. Масштаб повреждений в результате сегодняшней утренней атаки на объекты энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки, совершённой в период с 10 по 12 октября, сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго». Сообщается, что сейчас вынуждены применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сомской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Как сообщил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 10 по 20 октября в результате российских обстрелов было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины, сообщает «Украинская правда». Фермеры в Республике Молдова утверждают, что хотя у них есть деньги на счетах, они не могут ими воспользоваться, поскольку закон пока не предусматривает возможности для фермеров платить налоги с суммы НДС, которую им задолжало государство. Законопроект, уже лежащий на столе депутатов, предусматривает изменения, которые позволят фермерам платить налоги с НДС, накопленного на их счетах, заявил в рамках передачи Бунасяра на общественном телеканале исполнительный директор Национальной Федерации фермеров Василий Морзенко. Мы поняли, что не все сельхозпроизводители получат поддержку по этому закону, а только те, кто пострадал от засухи. Также есть еще множество условий, предусмотренных законопроектом, которые усложняют надлежащее внедрение данного закона. А результатом должен быть ощутимый сельхозпроизводителями эффект, чтобы они могли использовать эти деньги. Отметил Василий Морзенко. Закон, предусматривающий уплату налогов и сборов с накопленного на счете НДС, вступит в силу до 25 ноября, сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля. По словам министра, первоначально проект предусматривал такую возможность только для фермеров, пострадавших от засухи. Впоследствии было принято решение, что все фермеры смогут платить налоги с суммы НДС, накупленной на их счетах. Все меры, по которым прошли переговоры, которые были обсуждены со всеми сельхозпроизводителями и ассоциациями фермеров, в принципе были выполнены. Осталось совсем немного до принятия закона по НДС. Он зарегистрирован в парламенте и до 25 ноября этот закон будет принят и вступит в силу. Для выполнения последнего обещания, согласно которому экономические агенты, имеющие НДС на своих счетах, могли платить налоги с этих денег, которые им задолжало государство. Завтра движение в столице будет затруднено в связи с двумя мероприятиями, сообщила полиция Республики Молдова. Согласно сообщению, речь идет о ярмарке сельскохозяйственной продукции на площади Великого национального собрания и акции протеста, ранее объявленной одной из политических партий. В связи с этим полиция сообщает, что участники акции протеста в центре Кишинова, по имеющимся данным, планируют установить палатки и перекрыть дороги. В то же время, по информации, которой располагают сотрудники правоохранительных органов, участники акции протеста в это воскресенье якобы намерены создать напряженность и провокации. Полиция предупреждает организаторов о недопустимости нахождения в местах проведения мероприятий пьяных или людей с закрытыми лицами, а также хранения запрещенных предметов. Напомним, ранее полиция Республики Молдова после протеста в центре столицы организованных партией ШОР возбудила два уголовных дела и выписала 242 штрафа. Что касается акции протеста, прошедшей 16 октября, полиция заявляет, что на месте проведения акции были изъяты 243 палатки и другие предметы. И в завершении выпуска коротко о погоде. Как сообщает Государственная гидрометеорологическая служба, 23 октября погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность ночью на большей части территории страны, а днем местами слабые дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, завтра днем плюс 13, плюс 18. 24 октября ожидается погода без осадков, сообщают синоптики. Выслушали новости на радио Молдова. В студии был Игорь Смецкой. Субтитры создавал DimaTorzok